Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать в Хижину Музыканта! Сегодня у нас в гостях Оксана Шигапова. И мы вместе будем отвечать на ваш самый-самый болезненный вопрос, который вы оставили под видео «Почему ты до сих пор не поешь?». На самом деле, таких вопросов два – это «Как попадать в ноты?» и второй вопрос – это «Как долго удерживать ноту на одном тоне и не спадать?». Вот на второй вопрос мы сегодня ответим. Как ты, Оксана, думаешь, почему человек не может долго и на одном тоне петь? Да, удержаться. Друзья, всем привет! Есть два фактора, которые мешают именно удержанию одной, так скажем, позиции. Значит, первый фактор – это дыхание. Когда мы, получается, берем дыхание, мы не туда направляем дыхание, не там берем дыхание. И поэтому, естественно, у нас получается короткое, и звук сразу заканчивается. Естественно, его спадает. И второй фактор – это неправильная работа мышцами живота. То есть здесь… Или вообще не работают. Да, или вообще не работают мышцы вот здесь. Бресса, живота, косые мышцы. Вот, это тоже является фактором. И первое упражнение для того, чтобы для развития дыхания, да, есть такое упражнение, оно лично мне очень сильно в свое время помогло. Значит, как понять, куда вообще брать дыхание? Можно вообще просто дома лечь на пол, на какую-то ровную твердую поверхность, да, положить руки на живот, да, вероятно, мне будешь помогать, да. Обязательно спина должна быть прямая. И при этом мы берем дыхание коротенькое. Можно носом, можно ртом, да. И не сильно, да, не надо полностью захлебать дыхание, да. И при этом вытолкнуть живот вперед максимально. Попробуйте. Взяли дыхание и вытолкнули живот вперед. И мы его зафиксировали. То есть такая небольшая задержка. Как будто бы мы задержали дыхание и животом не двигаем. И при этом сейчас мы будем выдыхать звук фи. И порционно. То есть не все сразу выдыхайте, а потихонечку. Итак, приготовились. Еще раз. Взяли дыхание, задержали его. Поехали. Да, и до тех пор, пока у вас живот не обратно вернется в свое положение, не сдуется, так скажем. Вот. Вы можете себя проверять, засекать по времени. То есть, я не знаю, от 5 секунд начинают новички, потом дальше, дальше, дальше. Там 20 секунд, может быть 30 секунд. То есть время вообще определенного нет, насколько вообще должно быть. Вот. Поэтому это уже зависит от вас. Мы вот поэкспериментировали. У Оксаны аж 25 секунд прошло. Ну, это первая попытка первого опыта. А у Рейда там вышло на 12 секунд. То есть это вы в свое дыхание можете контролировать и тренировать. Хоть каждый день, пожалуйста, тренируйтесь. То есть от этого все лучше и лучше будет. Вот. Дальше второй фактор. Это мышцы живота. Мы уже с вами, вот я вам сказала, да. То есть надо вытолкнуть живот вперед. Для того, чтобы вы почувствовали свой пресс, его задержать. Если вы его расслабите, если его сдуете, да, то, естественно, все расслабится. И звук сразу же начнет спадать. И уже будет без дыхания, это будет без опоры. И уже будет звук дорожать. Еще один фактор, когда вы будете тренироваться, когда мы берем дыхание и постепенно его выдуваем на звук фи, да. Он у вас может начать так колебаться, что-то делать. Вот это, пожалуйста, сразу отсекайте. То есть он у вас должен быть ровным. Не должен там колебаться еще. Если колеблется, вы дыхаете обязательно. Опять замок начинаете, да. Только вот таким путем вы натренируете свое дыхание. То же самое потом давай попробуем со звуком. То есть как, чтобы звук не падал, да. Возьмем звук, допустим, ноту. Сон. Добь, да. Ну давай возьмем на этот, на... Давай на И попробуем. Слог может быть любой, там, А, У, И, О. Вы можете У взять вначале. Итак, давай мне поможешь. Мы что опять делаем? Мы берем сначала дыхание, да, ведь? Выталкиваем животик вперед и О фиксируем. Поехали. Взяли дыхание и поем. Обязательно выдохнули в конце, да. То есть и то же самое на время. И у вас звук не должен тоже колебаться, да, туда-сюда, куда-то волноваться, плавать там, я не знаю, да. То есть добиваетесь. Если вы добьетесь в дыхании, ровного выдоха, да, без колебаний, то в звуке у вас то же самое должно получиться. То есть без колебаний. И работает пресс. Да, работает обязательно пресс, работают мышцы, вот здесь вот косые мышцы. То есть полностью живот должен быть вытолкнут вперед. Вот почему съезжал звук, это потому что вы не напрягали брюшную полость, она все время, по сути, должна быть в легком напряжении, когда издаем звук. Когда уже не издаем, можно расслабляться. Вот в этом секрет. Потом, если, допустим, опять не получаете, да, у вас звук все-таки падает, ну, этот, еще можно, ну, так скажем, вообще по-простому, да, можно взять обычную книжку. То есть вообще можно представить, что звук у вас, вот вы его сюда поставили, этот звук, это не значит, что там наверху где-то надо петь, просто вот здесь вот он у вас звук стоит. И он у вас с головы не должен упасть, ну, вот, допустим, даже детям очень легко, да, показываешь, и они сразу понимают, да, значит, поставили книжку, то есть вы должны запор, ну, книжка у вас не должна упасть. Вот это ваш звук. То есть получается, мы опять же активизируем мышцы живота, да, берем вдох, задержали, и у нас звук вот этот наш как бы не должен упасть. Давай, Рай, попробуем тоже. Либо звук это вот эта папка. Да, да, вот эта папка. Вот он тебе поставил, удобно. То есть ты должен запомнить, что звук ты вот здесь вот не должен уронить, и мышцы живота тоже должны поработать. Итак, поехали, берем дыхание, вытолкнули животик, задержали, и поехали на ногу твою, выдыхаем. И выдохнули. Потом то же самое, когда вы поняли принцип, да, что вот здесь вот должен находиться, уже убрали книгу, и с теми же самыми ощущениями, то есть все то же самое. Вообще все берется из жизни, да, мы вот книгу положили, представили, что это звук. Психологическое освещение. Да, да, да. Книгу удержали, и звук удержали. Да, и звук удержался. Потом книгу убрали, и то же самое, то есть у вас ассоциация осталась, вы все это представили, как бы увидели, да, почувствовали, потом книгу убрали, и ощущение того, что здесь звук у вас должен быть, вы его также и поете. Итак, давай, Рэль, помогай. Значит, сейчас без книжки уже, да, то же самое, активизируем наши мышцы, пресс наш, да, и помним, что вот здесь вот у нас звук, мы его должны там удержать. Вот твоя минутка, взяли дыхание, выдохнули звук. Обязательно выдыхаем, да. Вот примерно такого плана упражнения. Друзья, пробуйте, старайтесь, я вас верю, у вас все получится. Все ваши новые впечатления, ребята, оставляйте в комментариях, то есть пишите, получилось ли удерживать звук долго или нет. Также новые вопросы, связанные с вокалом, также оставляйте в комментариях, потому что очень скоро мы уже снимем еще одно видео и ответим на ваши вопросы. Ну, а пока что у нас идет подготовка к выпуску нового курса под названием «Учимся пять легков». Уже все на полном ходу, осталось отснять самые последние кадры и курс будет практически закончен. Если это вас тоже интересует, обязательно оставляйте ваши вопросы по поводу нового курса в комментариях под видео. А мы с вами прощаемся и очень скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok